Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это очередной выпуск «Лёша смотрит». Мы только что вышли в сеансе фильма «Страна Оз» и спешу поделиться своими впечатлениями. Ну, по-моему, очередной российский фильм, который обманывает, начиная с трейлера. Потому что, глядя на рекламу, которая была в интернете, ну, собственно, в трейлер, глядя, думаю, что это будет такая какая-то разухабистая чёрная комедия, наверное, в стиле «Даунхаус» или «ДМБ», что-то такое, знаете, в перемешку с матом. Нет, оказывается, довольно такой спокойный фильм на фоне происходящего новогоднего праздника. Причём снят он в Екатеринбурге, и там очень много именно свердловских достопримечательностей и персонажей. В общем... Упал в планшете, кто-то газует, как Мика Хакен. Очень быстро. Фильм скорее, знаете, о поисках счастья, как всегда, чем о каком-то угаре новогоднем или смешных гэгах, или смешных ситуациях. Да, там есть пару моментов, где улыбаешься. Ну, знаете, скорее такая грустная улыбка, я бы назвал этот фильм трагикомедией. Причём он неспроста называется «Страна Оз». Оз, потому что очень много параллелей, собственно, с этим. Потому что там есть и Эли с Татошкой, потому что я не помню, как в стране Оз главная героиня зовётся. Так что я буду скорее вот с «Изумрудным городом» параллели проводить. Есть и Страшила, и Лев, и Дровосек Железный. И есть даже Бастин, да. В таком не очень-очень странном виде. И вот параллели со сценами из «Страны Оз» есть в этом фильме, какие нас ждут во время путешествия Эли и Татошку, какие препятствия встречали на пути к цели. Так и здесь, вот в этом фильме, на пути к поискам счастья, что ли, если хотите. Ну, вообще довольно сложно, знаете, вот этот фильм, представлять его вам как артхаусный проект, который прям черпает вдохновение из всяких, из классики литературы, хотя это детская сказка. Но, тем не менее, я ещё раз повторю, вот поглядев трейлер этого фильма, не ожидайте от него действительно, хотя, знаешь, мне кажется, что он скажет, что такое рваный. Потому что он и начинается немного как такой, как чернушная комедия. И вот начало такое, как будто сейчас будут сплошные какие-то новогодние ужасы показываться. Но в итоге всё равно он довольно спокойно превращается в такое кино о жизни. Я не думаю, что он как-то очерняет российскую действительность, как некоторые пишут тоже в комментариях, какое там очернение. Скорее такая, знаете, интеллигентская рефлексия на фоне новогодних праздников и всей современной жизни. Опять меня нихрена не видно. Там проходятся и по Навальному, и по современным политическим партиям, хотя тоже фильм довольно политичный. И по тому, что ты вообще выходишь и видишь на улице. И грусть, знаете, вот здесь такая новогодняя грусть, когда люди ужираются, упиваются в новогодние праздники. В этом фильме немножко про другое скорее. Здесь люди грустят, потому что они не могут найти то, что сделает их счастливы. Так что не очень это похоже на комедию, конечно, вот эти все мои пересказы. И ещё раз повторю, не ждите здесь какой-то разухабистой комедии. Вы в нескольких местах улыбнётесь. Но большей частью просто будете с интересом смотреть на экран, следить за тем, что происходит. Я вам фильм этот рекомендую. Мне понравилось. Он скорее по своему такому воздействию ближе к молодости, которую мы недавно посмотрели, чем к российской комедии. Не пожалейте времени, сходите вот на страну ОСС. Правда, имейте в виду, что он плюс 18, а, опять же, я не думаю, что 18 плюс. Опять же, если вы так, во второй половине, когда вам сташе 25, знаете, вот в таком, думаю, каким людям будет интересно. Ну, на этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Не забудьте подписаться и смотрите интересное кино.